All my dreams are falling fast Aptos – нитевые методы омоложения Быстрый результат Комплексный подход Инновации в омоложении лица и тела Ну что ж, было совсем-совсем не больно Теперь я буду с каждым днем выглядеть все свежее и моложе Спасибо Денису Груздеву и, конечно же, компании Aptos За то, что вы дарите молодость и красоту всем женщинам Aptos – будьте красивы! Справки по телефону – 299 17 99 Лубочный клип на песню про Иванов в октябре прошлого года Засветился на международной арене Занял первое место в престижном World Music Video Charts Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну, потому что это правда То есть, если бы сейчас скомарухи существовали, я думаю, что… То это были бы вы Наверняка они бы все-таки жили в городах Потому что где им еще жить? Где им зарабатывать деньги? Скомарух – это профессиональный музыкант 400 лет назад То есть человек, который имел возможность заниматься музыкой профессионально, не завися при этом от какого-нибудь феодала или князя То есть люди, которые путешествовали из города в город, которые помогали жрецам заниматься всякими обрядами с помощью музыки Как вы думаете, когда-нибудь вы остепенитесь, измените свою музыку или будете продолжать в том же направлении? Или вы ни от чего не зарекаетесь? И не строите этот план на будущее? Тимур так пристально на меня смотрит и молчит Тимур, скажите что-нибудь Я с тебя не жду обязательно Честно говоря, мне хотелось бы, чтобы люди внимательно относились к музыке, которые играют Чтобы не приходилось, ну скажем так, делать все дополнительное для того, чтобы эту музыку слушать Просто музыка ради музыки Но, к сожалению, мне кажется, что это больше невозможно Потому что интернет, при том, при всем из всех позитивных моментов Он, конечно, в чем-то музыку, ну, опустил, скажем так, вот эту планку То есть раньше музыканты, это было что-то вообще там, люди из заоблачных дали То есть, о, они играют музыку, о, это музыканты Музыкант по телевизору, это вообще просто что-то нереально Сейчас, а, музыканты, ну... То есть, понимаете, сейчас музыкант это уже человек, который играет и, не знаю Просто, ну, не как, конечно, официант, но что-то вот такое уже прилагательное к какому-то празднику Ну, очень, блин... Очень часто, в основном То есть, есть, конечно, какие-то исключения, но... Я не совсем согласен Ну, скажите, раз не согласен Мне кажется, что, конечно, раньше музыканты... В моем детстве, когда я был... Ну, еще музыканты были в ресторанах Моя мама работала в ресторане всю жизнь практически И были там живые музыканты То есть, не было никаких там фонограмм, был барабанчик И музыканты были всегда высокого уровня Потому что работа была очень престижная И я помню, что купить настоящую гитару, даже американский Fender Это примерно было равносильно, что купить Жигули Такие деньги стоили инструменты И зарабатывали они очень много Но и играли при этом качественно, потому что иначе было нельзя В вашем детстве это когда? Вот на вас смотришь, вы такие ребята без возраста Это примерно 80-й год, 75-80-й Как выйти, мы спите, кончились рубли, кончились рубли, кончились рубли Надо к фенам ехать, надо сышенить, надо сышенить, фиров веселить Мне кажется, что очень много нового с помощью интернета пришло Люди стали слушать новую музыку И они хотят слышать эту музыку в живом исполнении Потому что сидеть возле экрана скоро людям все-таки надоест Раз уж мы заговорили о телевидении Вас не видно на ТВ Вам не дают ротацию Что говорят? Не в формате, не подходит Вот что? Ну давайте, вот я знаю, что вопрос на вопрос нехорошо отвечать Ну давайте я вам задам вопрос обратный И потом тогда смогу ответить Вообще на этой программе я задаю вопросы, ну задайте Ну вот что сейчас по телевизору звучит? Вот какие группы? Какая музыка? Ну конечно же в основном это поп Звучит классика А-ля Хворостовский, Башмет и так далее Ну вот видите, значит мы просто вот Хотя бы один фольклорный коллектив звучит? Нет, но может быть это и интереснее Что ни один фольклорный коллектив не звучит Вы будете такими единственными И есть ведь прослойка людей, которым интересна эта музыка Есть, конечно есть Вы знаете вот И понимаете, руководители телеканалов знают это Но тем не менее в ротацию вас не ставят Это, наверное, очень-очень долгий, очень сложный вопрос Во-первых, большинство владельцев телеканалов и ТВ Они просто нас не знают В меру того, что у них просто нет времени, чтобы узнавать что-то новое Ну то есть это серьезная работа, на которую уже творческий человек То есть это ваша работа, чтобы вас узнали? Мы ее делаем по-своему Ну настолько я же не могу Вы хотите попасть в ротацию? Есть такая цель? Сама цели нет, но мы понимаем, что это, естественно, как сказать Это определенный процесс Ты в ротации, значит люди знают, что это есть И мы для этого снимаем видеоклипы, мы записываем музыку С нашей точки зрения, которая теоретически могла бы звучать и на радио Мы что-то для этого делаем Сейчас будем в Москве на радиостанции «Серебряный дождь» Ну достаточно серьезная радиостанция У них периодически бывают известные музыканты Это по-настоящему известные И нам удалось договориться, что нас не пригласили Мы там будем выступать В группе «Отава Йо» шесть музыкантов Тимур Сегидин исполняет партии на бас-гитаре Петр Сергеев играет на «Большом барабане» и «Дарбуке» Это старинный барабан с Ближнего Востока Алексей Белкин бренчит на гуслях Дует в «Галисийскую волынку» и «Жалейку» Это древнеславянская тростниковая труба В группе Алексей еще и поет Дмитрий Шихардин не только поет, но и освоил Старую ирландскую скрипку «Фидл» Алексей Скосарев поет и играет на акустической гитаре А настоящая русская красавица Юлия Усова Исполняет песню под аккомпанемент классической скрипки Расскажите, пожалуйста, как вы познакомились с президентом Эстонии, что там за казус у вас случился? Казус? А какой казус? Опять что-то пишут? Опять что-то пишут, поэтому не пишут что конкретно, поэтому я решила уточнить Мы были в Эстонии Есть, конечно, такой миф Может быть, точнее не миф, но это факт В Эстонии не любят русских Ну, потому что у них есть Да, мы были в Эстонии на крупнейшем фолк-фестивале Нас пригласили Буквально тогда как раз мы записали альбом Жили-были Русский фолк В таком танцевальном веселом ключе И пришло очень много народу в наш концерт Там несколько площадок На каждой площадке играет группа Собралось, я не помню, порядка пяти тысяч человек В том числе президент Эстонии Как выяснилось Потому что когда мы доиграли концерт Пришел какой-то дядя в такой шапочке смешной с помпончиком И такой Я хочу с вами сфотографироваться Сейчас, подождите Сейчас мы тут у нас тут диски продаем Потом мы сказали, ребята, что это президент Эстонии Надо с ним сфотографироваться А, хорошо, вышли на сцену Толпа взревела от радости Вот этот казус имел сфотографию Да, ну понимаете Я считаю, что это очень такой явный показатель Что в момент, когда русская группа в Эстонии Играла хорошую, качественную музыку Веселую Все раз Президент пришел Президент Эстонии пришел А оттану ее не может отвлечься И продают диски И я считаю, что это правильно Так и должно быть Эх, яблочко, куда ж ты катишься? Ко мне в рот попадешь, не поротишься Ко мне в рот попадешь, не поротишься Эх, яблочко, да на заваленке Продает офицер старой паренки Эх, яблочко, катись по бережку Раскупил товар, давай денежку Раскупил товар, давай денежку Спекулян, спекулян, спекулинирует В интернете ходят слухи о том, что на отечественной эстраде вас не очень-то и любят, что якобы вы зазвездились после «Минута славы». Ну, наверное, боюсь, что без комментариев. Это вообще какой-то очень смешной слух. А у нас есть несколько вопросов от зрителей. Правда ли, что вы свой коллектив собрали из отсидевших в тюрьме парней? Чушь. Слышал, что после вашего концерта в Нормандии в России в нескольких городах бойкотировали ваши концерты. А с чем же это связано? В Нормандии мы собрали это там. Ну, во Франции когда мы были? Пять раз пришло в полный зал. Нормандии, кстати, в нашей концерте все было замечательно. Я боюсь, что мы не настолько известные люди, чтобы нас здесь кто-то бойкотировал. Скажите, пожалуйста, правда ли, что в ближайшее время вы хотите пополнить свой состав новыми девушками, которые будут играть на гуслях? Это неправда. Это что интересует зрителей. Это неправда. Стиль ведущей – королевство красоты Лик Энерджи. В королевстве красоты Лик Энерджи появились уникальные процедуры. Кристина Фильджеральд – это авторская версия продуктов по уходу за кожей рук и ног. Кристина лично контролирует все – от состава уникальных кремов и лаков до дизайна упаковки. Ларик – это европейский лидер в производстве продукции для моделирования ногтей, ароматерапии и ухода за кожей. Уникальная французская краска для волос кедра – это щадящее окрашивание и оздоровление волос одновременно. Здесь действительно каждый может почувствовать себя королевой. Встретите вы свой королевский сезон. Приглашаю вас в королевство красоты Лик Энерджи. За новым образом будьте в тренде. У меня короткий близ для вас. Продолжите мою фразу. Я люблю. Свою семью. Жизнь. Меня раздражает. Вот сейчас ничего не раздражает. То же самое. Я горжусь. Тоже особо вот ничем не горжусь. Наверное, может быть, я лукавлю, но вот как-то сейчас хочется так сказать. Тоже не могу сказать, чем ты горжусь. Нет. Деньги для меня значат? Какую-то возможность что-то купить в какое-то свободное время. Тема. Просто средства для достижения цели. Я отдыхаю когда? Когда ничего не делаю. Я все время отдыхаю. Я не напрягаюсь. Счастье – это? В данную секунду счастье будет снять кофту, наконец, потому что очень жарко, и выйти на улицу. Ну, глядя на меня, можно было догадаться, что надо как-то и полегчать от себя. Я думал, глядя на вас, можно было догадаться, что такое счастье. Я мечтаю о… Ну, не будем говорить, что мечтаю, но хотелось бы, чтобы все-таки то, чем мы здесь занимаемся, чтобы как минимум люди об этом услышали и узнали. А там посмотрим. Ну, почти то же самое. Я мечтаю, чтобы мое творчество приносило мне достаток, радость, свободу. Пусть ваши мечты сбываются. С вами была «Светская хроника». До встречи на следующей неделе. Пока. Ну, кстати, неплохое интервью, да? Вот единственное, очень странные вопросы от телезрителей. Нет. Не, ну, если бы, если бы серьезным, да, то вот вопросы были от телезрителей очень-очень странные, как будто бы даже вот их кто-то специально написал. Да, пожалуй. А вообще интервью прекрасное, все классно. Вот, очень вкусный чай, да. И вообще, спасибо за гостеприимство. Наша беседа проходит в ресторане итальянской кухни «Морензи». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok